Пятую неделю реалити «Хочу в пин-код» участники начали в следующем составе. Четыре участника в команде «Хелена Мирай», два участника в команде «Жанна Сенкевича». Но лектор прошлой недели Анна Гукиш решила, что пора добавить огня нашему проекту и для домашнего задания разделила ребят по парам, каждая из которых должна была самостоятельно снять сюжет на заданную экспертам тему. Я на самом деле не знаю, почему нас от плазмы отодвинули, дали нам прикоснуться. Мы, быть может, плохо себя вели, что нас обратно откинули. Все, сюжет теперь в угол ставят, а тут сюжет. Как обычно, пройдя все стадии недовольства, участники реалити все-таки принялись снимать домашнее задание. Давай, приступаем, не молчим. За кадром проекта Арину Анисову часто называют «снежной королевой», ведь девушка ни разу не позволила эмоциям взять над собой верх. Но тема домашнего задания прошлой недели, звучавшая как «Я себя не люблю», не оставила равнодушной даже непоколебимую Арину. Целью я ставила, чтобы это нашло отклик в людях, которые это посмотрят. И для меня было безумно важно, когда я сидела, смотрела этот сюжет, и мне Костя говорит, «Арина, я плачу». Мне Милана пишет, «Арина, я смотрела, просто плакала». Мне девчонки посмотрели, которые тоже, у них реакция была такая, ну, очень эмоциональная. И вот это меня очень порадовало, и поэтому ту цель, которую я перед собой ставила, и что я хотела показать, какой-то новый формат, новую идею, я ее и добилась. Я добилась реакции эмоций. То есть для меня это было самое главное. Главной конкуренткой этой недели для подопечной Хелены Мираи стала Катя Гречна из команды Жанна Сенкевича. Участница сняла свой сюжет на одноименную с Ариной тему. Честно сказать, я не очень обрадовалась, когда меня поставили в пару именно с Ариной. Ну, как поставили? Я сама вытянула эту бумажку, сама себя поставила в такую ситуацию. Но я испугалась, правда, испугалась, потому что я знаю, что Арина очень сильная, и мне стало страшно, а смогу ли я сделать лучше, чем она? Ну, и, как оказалось, я смогла это сделать, и я очень горжусь собой. Вы только уточните, что я плачу от сюжета, а не от того, что я ухожу. И это не все потери проекта, друзья. Абсолютно беспрецедентный случай реалити «Хочу в пин-код». Помимо Арины, на прошлой неделе также ушли Костя Ткаченко и Милана Круг. Все три участника подопечные Хелены Мираи. Тут еще большой вопрос, кто кого потерял. Зрителям хочу сказать, что если кто-то расстроился из-за того, что я ушел, не расстраивайтесь. Я обязательно вернусь, вы от меня никуда не денетесь. Вы все равно будете меня видеть. Я буду стараться. Понятно, это ж я. Всех люблю, всех обнял. Напомню, Милана Круг две недели выполняла домашнее задание из дома, так как находится на карантине. Потому прощалась с нашим проектом уже бывшая участница также дистанционно. У меня с Хелиной такие достаточно хорошие доверительные отношения. И в последнее время я как раз разговаривала с ней о том, что постепенно я уже теряю энтузиазм, силы, мне становится все тяжелее выполнять задания. Слезает коронавирус. Я вообще слаба окончательно. Вот. И еще я не понимала, уже она знала, что вот последние задания, которые выполнялись мной, они были просто из последних сил, выжаты из меня каким-то образом. Удачи оставшимся участникам, сил, идей свежих. Ну и что? И, наверное, все. Ну я тебе этого и желаю, Милана. Скорейшего выздоровления и, возможно, до новых встреч. Все, пока-пока. Спасибо, Наташа. Пока-пока. Да, впервые, наконец-то, выгнали кого-то не из нашей команды. Смотри и не пропусти завтрашний дневник, посвященный реалити «Хочу в пин-код». И ты узнаешь, кто из давно покинувших проект участников вернется в реалити уже в эту пятницу. Елена, имя 20, 19, 18. Подождите, мне страшно. Все. Смотри и не пропусти новый выпуск «Реалити Хочу в пин-код» завтра в 16.00 на телеканале «Беларусь-2». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова